так добрый день уважаемые коллеги мы начинаем и сегодня мы будем говорить о той ну не то чтобы проблеме но скажем так о той теме с которой мы с вами сталкиваемся каждый день когда перед нами встает необходимость взятия материала для какого-либо исследования мы поговорим сегодня о важности при аналитического этапа в лабораторной диагностике и обсудим мы с вами этот при аналитический этап касательно биохимического анализа крови общего химического анализа крови когулограммы немножко коснемся мочи и совсем чуть-чуть исследования алкала на паразит вот поэтому давайте начинать в целом какие у нас есть факторы которые могут повлиять на результат лабораторного исследования конечно мы хотим всегда чтобы результат был максимально точным наверное максимально ожидаемым для нас никаких сюрпризов и в общем тот который мы могли бы с успехом интерпретировать и тот которому мы могли бы доверять это тоже очень важно собственно какие у нас есть факторы все факторы о которых мы сегодня будем говорить это непосредственно при аналитические факторы то есть факторы забора материала это факторы биологических которых мы тоже коснемся ты воз же животного это порода до это и возможное его какое-то состояние это тоже важно учитывать и интерпретация анализом собственно все что происходит на моменте вся эти материалы это при аналитические факторы аналитические факторы Это те, на которые врач обычно никак не может повлиять. Это непосредственно работа лаборатории. Это какой-то постоянный контроль качества, это качество агентов, это технические возможности анализаторов. То есть это то, на что мы с вами повлиять никак не можем. Но если лаборатория идет на контакт, то можем, опосредованно, грубо говоря. Этого сегодня мы касаться не будем. И постаналитические факторы, о которых тоже не следует забывать, это то, как мы с вами интерпретируем результаты исследования. Насколько мы, в принципе, понимаем, какой параметр, когда будет повышен, когда понижен, что из этого будет считаться нормой, а что уже не очень. На что стоит обращать внимание, а что можно оставить пока что под наблюдением просто. Но еще раз, сегодня мы будем говорить именно о преаналитике. Собственно, какие у нас есть преаналитические факторы. Как я уже сказала, они могут быть биологические, которые связаны с особенностями животного. И на эти факторы, ну, частично мы можем на них повлиять, частично не можем. И есть небиологические, которые связаны непосредственно с нами, с нашими руками. Они связаны непосредственно с отбором материалов. Начнем мы с биологических факторов. И биологические факторы, они могут быть врожденными. Они же являются неконтролируемыми. Мы никак на это не можем повлиять. Соответственно, это все, что касается непосредственно животного. Это вид животного. Там мы прекрасно знаем, что референсные интервалы, например, в том же самом общем клиническом анализе для кошки, будут очень сильно отличаться от референсных интервалов для собаки. Там у них есть свои видовые особенности. Касательно количества эритроцитов, гемоглобина, эритроцитарного объема. У каждого животного есть свои видовые особенности, которые нужно учитывать. И лаборатория должна предоставлять нормы для каждого вида животных отдельно. Мы знаем, что существуют породные особенности. Опять же, наверное, большей частью это, конечно, касается собак с их многообразием пород. Те же самые кавалевкин, часть спаниели, у которых есть тромбоцитопения. Акиты, у которых тоже могут наблюдаться тромбоцитопения. Японские породы, акиты и сибаины, у которых может наблюдаться микроцитоз. Это, опять же, стоит учитывать и понимать, что является нормой, а что патологией. Не нужно у тех же самых акит или сиб искать железодефицитную анемию. Потому что для них микроцитоз является нормой. Пол или, скорее, физиологическое состояние у беременных сук. Мы, например, можем наблюдать снижение альбумина на поздних сроках. Также некоторую небольшую анемию. Опять же, физиологическое состояние тоже стоит учитывать. И, конечно же, возраст. Понятно, что нормы, например, для котят и щенков, они будут отличаться для нормы для взрослых животных. Потому что у нас молодой растущий организм. Например, для щенков и котят нормальным будет небольшая анемия. Нормальным будет высокая щелочная фосфатаза. В то время как, если мы говорим уже о взрослых животных, значит, нам нужно будет как-то обращать на это внимание. И дальше проводить какие-то дополнительные диагностические тесты. Соответственно, все эти факторы, еще раз, мы никак не можем на них повлиять. Мы просто держим их в голове при интерпретации. И у нас есть контролируемые факторы, которые, опять же, относятся к животному. Но что-то мы с этим можем сделать. Это время приема пищи. Это важно. Мы с вами будем говорить о том, что соблюдение голодной диеты очень сильно нужно нам при издаче анализов крови. Это состояние испуга. Опять же, будем об этом касаться. Будем этого касаться тогда, когда будем говорить об общем анализе крови. Это физическая нагрузка. Поскольку, опять же, сильная физическая нагрузка, она тоже может вызвать определенный физиологический лепоцитоз. Может вызвать некоторое повышение клетинки НАЗА. Поэтому, конечно, лучше, например, собак сразу после интенсивной нагрузки, после бега на сдачу анализов не приводить. И прием медикаментов. Тут все несколько сложнее, потому что далеко не всегда мы можем отменить медикаменты. Например, если у нас собака находится на каких-то противосудорожных препаратах, понятно, что они необходимы. И тут нужно знать, как эти медикаменты могут влиять на исследование. Некоторые, да, те же самые противосудорожные феноборбиталы, они могут индуцировать, например, выход печеночных ферментов. Да, мы логично, что мы увидим повышение щелочной фосфатазы, мы увидим повышение ЛТН. Это стоит обращать внимание, стоит это держать в голове. И некоторые медикаменты, они могут, например, коррелировать, интерферировать с некоторыми показателями. Так, например, если у нас животное принимает бром. Опять же, речь идет о судорожных каких-то животных. В эпилептиках бром может читаться на ионострективном анализаторе, как хлор. Поэтому у таких животных будет ложная гиперхлоремия. Соответственно, это тоже нужно учитывать. Такие особенности, они есть. В принципе, для каждого показателя эти особенности нужно учитывать и рассматривать отдельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова